Здравствуйте, уважаемые смотрящие! Добро пожаловать в Warface и на спецоперацию Roy. Сегодня я хочу поделиться некоторым опытом, который мне удалось накопить в прохождении данной спецоперации, перед тем, как она поступит в общий доступ на основные боевые сервера. Я бы хотел вам рассказать несколько хитростей, которые упростят вам прохождение спецоперации. В принципе, она и так-то сама по себе несложная. Но есть несколько советов и хитростей, которые вам точно пригодятся в прохождении данной спецухи. Забегая вперед, скажу, что спецоперация мне крайне понравилась. Ловите материал. Поехали! Спецоперация Roy начинается с поверхности, в пустыне Мохава, перед входом в лабораторный комплекс. Всё, что нужно знать про улицу, это нужно собирать ресурсы без суеты. Если вы начнёте бежать сломя голову по всей карте, искать ресурсы, как если бы это искали, допустим, на снежном бастионе, то огромные полчища арахнидов точно не дали бы вам никакого покоя. Кроме этого, на карте есть, ну, я знаю точно две точки спавна ноутбуков. Один ноутбук — это тысяча ресурсов, между прочим. Кроме этого, можно послушать информацию о том, как всё произошло и почему произошла эта катастрофа. Один из ноутбуков я находил возле упавшего самолёта. Если на карте вы видите, что он горит, значит, он упал недавно, и значит, ноутбук с информацией именно там. Если его там нет, то он находится примерно в северо-западной части карты, на вышке. Там нужно несколько раз пострелять, чтобы ноутбук упал, и тогда будет возможность его вскрыть и забрать тысячу ресурсов. Послушайте информацию, кстати. Оазис 4. Миссия по колонизации Марса была только прикрытием. Нас направили найти живую бактерию на поверхности мёртвой планеты. Мы знали, что искать и где. За нами следили. Постоянно. Они всегда следят. Всё, что вам нужно от поверхности, это собрать ресурсы, исследовать стоимость исследования, кстати, 300 ресурсов. Поэтому не брезгуйте, ищите, смотрите по сторонам, заглядывайте в каждый уголок. Толпой здесь бегать, в принципе, не обязательно. Единственное, когда выйдут два улья, вот тогда желательно как-то скомпоноваться. Но если есть, в принципе, опыт, то и одному можно с этими ульями разобраться. В конце, когда придётся ЭМИ машину оборонять перед входом в лабораторию, есть возможность возвести две турели, чего я делать настоятельно не рекомендую. Всё, что необходимо от уровня с поверхности, это вынос ресурсов. И оттуда можно вынести ресурсов до 2000. Я максимум выносил 2200 ресурсов. Все эти ресурсы вам в дальнейшем пригодятся для апгрейда машины, но об этом чуть позже. Лаборатория. Также суетиться нет необходимости. Разделяйтесь на три группы по цвету полосок, которые указаны на полу. Это самый эффективный способ прохождения лаборатории, если каждый выберет себе по направлению, и все трое быстро зачистят всю лабораторию. Необходимо будет обращать внимание на комнаты, которые расположены вдоль коридоров, из которых иногда вытряхиваются. Арахниды. В этих комнатах также могут находиться ресурсы бесценные. Бежать по коридорам, сломя голову, смысла нет, потому что все противники накапливаются, и они будут преследовать вас по этим коридорам. Если впереди ещё и хышный цветок выползет, то быть в беде, могут возникнуть проблемы. На чём хочу ещё акцентировать внимание в лабораториях, это открывать все тайные лазы. Вынести с лаборатории можно 6-7 тысяч, практически не напрягаясь. Стайные лазы открываются при помощи огнемёта. В первую очередь вам нужно, конечно, их раздобыть. В какой комнате, каким образом происходит прохождение и добыча этого огнемёта, я вам сейчас всё покажу. Субтитры создавал DimaTorzok Первый генератор за бошен. Первый генератор за бошен. Второй генератор в деле. Запускайте последний. Субтитры создавал DimaTorzok При помощи огнемётов прожигать буквально себе проход в коридорах к тайным комнатам, в которых помимо ценных ресурсов «Ещё и могут быть ноутбуки с данными, где также можно поднять тысячу ресурсов, плюс прослушать информацию о событиях». Когда мы нашли бактерию, мы решили выторговать себе более выгодные условия. Мы угрожали рассекретить находку, но ответом было лишь молчание. Отступать было некуда. О бактерии Седрус узнал весь мир. После того, как соберёте все ресурсы, спускаетесь вниз и начинаете апгрейдить свою точилу. В туннеле придётся машину оборонять, но в дальнейшем, чем лучше вы апгрейдите свою машину, тем проще будет проход и в конце с финальным боссом вам эта машина поможет. Апгрейдил я в принципе довольно просто. Апгрейд двух турелей стоит недорого. 3000 ресурсов, и у вас дополнительно две пушки на машине есть. Эти пушки, безусловно, помогают вам отстреливать и в течение прохождения тоннеля, и в конце на финальном боссе. Затем по ситуации. Если чисто проход, то можете в первую очередь броню усовершенствовать, пару уровней, затем скорость. Либо если на время проходите с хорошими стрелками, то можете смело вкачивать скорость, пару левелов, и затем уже броню прокачивать, если будет необходимость. Стоимость всех апгрейдов зависит от уровня апгрейда. Первый уровень апгрейда 1 тысяча ресурсов, второй уровень апгрейда 2 тысячи ресурсов, третий уровень апгрейда 3 тысячи ресурсов. На турели можно максимум потратить только 2 уровня, это 3 тысячи ресурсов немного. Пушка потом бесплатно ставится. А скорость и уровень брони, они прокачиваются до третьего уровня. Первый уровень 1 тысяча, второй 2 тысячи, третий 3 тысячи. В общем, на полный апгрейд скорости или брони уходит 5 тысяч ресурсов в общем. Туннель. В туннеле необходимо собирать ресурсы. Прямо в туннеле находятся ящики с ресурсами. И, кстати, если кто-то использует супервип, то там должен быть бонус. С одного ящика будет больше 150 ресурсов выпадать. В общем, предлагаю здесь следующий вариант. Двое остаются на защите автомобиля по двум бортам, так скажем. И один из тиммейтов ходит по комнатам с ресурсами. В туннеле есть возможность открывать некоторые комнаты и отдельные помещения. Плюс ко всему, в этих помещениях есть возможность выжигать также проход огнеметом и открывать дополнительные комнаты с ресурсами и с ноутбуками, которые также дают по тысяче ресурсов и дают возможность ознакомиться еще с некоторой частью информации. Мы втайне забрали бактерию с собой. Возвращаясь на Землю, мы начали исследование найденной формы жизни, вживляя бактерию живым организмом, находящимся на борту корабля. Босс. Босс несложный, как в принципе и вся спецоперация в целом. Главное занять позиции. Здесь все очень просто. Занимается позиция слева, позиция справа и остается один из игроков в центре, который будет вставлять в пазы элементы питания, которые будут выскакивать и которые будут на подхвате, так сказать, у стрелков по бокам. Что касается босса, в принципе объяснять нам особо нечего, все интуитивно понятно. Когда вы спускаетесь к боссу, единственное, что от вас требуется, это наносить урон в те моменты, когда появляется красный восклицательный знак. Вот и все. То есть если он начинает поливать какой-то там кислотой, вам необходимо стрелять в поливальник ему, закрывать его свинцом, запихивать. И в один прекрасный момент босс открывает свой сложный глаз и просто наваливаете туда максимум урона, насколько это возможно. Нет, серьезно, босс вообще не сложный, главное просто сесть двум по бокам, одному в центре и вы сами поймете, что там, как работает, куда стрелять, найдете обязательно. Используется в спецоперации Рой циклическая система наград с этапами-отсечками, как ее назвали. То есть там условно 5 дней, вы играете в течение 5 дней Рой и максимальный результат, которого вы достигнете в течение прохождения за эти 5 дней, по результату этого прохождения вы получите награду. В награду вам выпадет коробка одна, которая будет содержать карточки для создания пушек серии Паразит. Спецоперация мне вообще зашла, если честно. Я знаю, что многие писали и на стриме на ПТС, когда я стримил, многие писали, что типа что за дичь, там туда-сюда, звездный десант и прочие негодования высказывали. Не знаю, меня все устраивает, спецоперация крутая, как по времени прохождения крутая, как по содержимому своему. Нет никаких искусственно затянутых этапов, интереснейшие исследования на улице, постоянно напряженная ситуация, интереснейшее исследование в лабораторном комплексе и сопровождение машины не настолько скучное за счет того, что можно отвлечься, заходя в разные помещения. Ух, короче, здоровская спецоперация, разработчикам большой плюс. Главное, чтобы починили проблемы, которые были на ПТС, это не прохождение урона, урона по жугам, это прям вообще вымораживает дико. Ну, я думаю, они все прекрасно видят, знают и понимают. Так что ждем спецоперацию на основе, всем удачных прохождений. И да пусть выпадет вам куча огромных карточек с пушками паразит. За первое прохождение, первая коробка, которая выпала мне за прохождение на ПТС, выдала мне 750 карточек для Ориджина 12-го, с этой паразит. И причем это была не золотая коробка. Так что всем удачи еще раз, надеюсь выпуск вам понравился. Ждем спецоперацию на основе. Всем пока. Сигма-3 Вы также бездумно выполняете приказ. Стреляли по мне на гидре, казнили ребят из века 5. После смерти королевы контроль над Роем получила я, Нода. Теперь я способна на все. На все. Кроме прощения. Субтитры подогнал «Симон»